Всем привет, с вами Луна и сегодня я бы хотела поговорить на такую странную, наверное, немножко тему, как для моего канала, так и для всего ютуба, это гайморит. К сожалению, я знаю много людей, у которых гайморит как хронический, так и временный, и никто в большинстве своем не ходит ни в больницу, ни консультируется с врачами, в основном все капают какие-то капли, которые пробивают нос временно, но не лечат. Я в свое время очень долго страдала этим заболеванием, ну в общем получается, что я еще со школы болела гайморитом, потом у меня в университете он был, потом пока я работала еще, в общем очень-очень долго. И что я делала? Я капала обычными каплями, такими как в Украине есть ног-спрей, в общем я попробовала все, практически все капли, которые были на нашем украинском рынке представлены. Это ног-спрей, эвкозолин, аквазолин, ринозолин, нафтезин, пеносол, в общем реально не было тех капель, которые я не знала. Не было такого, чтобы я зашла в аптеку, и девушка говорит, а вы попробуйте, я говорю, а я пробовала, ничего не получается. В общем, страдала я, страдала, и в конце концов решила обратиться к врачу. Пошла я в нашу 30-ю поликлинику, которая, типа ухо-горло-нос, там и все такое, вроде как хороший врач, хороший специалист мне попался, попалась. В общем, диагноз был такой, ну хронический гайморит, с детства, точнее, с рождения перекривленная перегородка, поэтому генетически, так сказать, сложилась врожденная, неприобретенная, никто мне нос не ломал пока еще. Вот. И киста. Киста, в принципе, это таке. Говорит, она там маленькая, там миллиметр-два, но этого достаточно, потому что ты не можешь дышать. Я говорю, ну ладно, что делать? Она говорит, ну сначала походишь, побрызгаешь азотом жидким, мне там в больнице делали, я ходила, мне пшикали, оно ничего не помогало, но столько еще больше закладывался, дышать весь день я не могла, но каплями, понятное дело, в это время пользоваться нельзя. В общем, ничего мне не помогало. Она мне назначила операцию, говорит, будем ровнять перегородку и будем удалять кисту. Ну, надо так надо, что поделаешь. До операции я опять начала брызгать лекарствами, которые пробивают нос, чтобы я дышала. Брызгала я в основном два раза в день, это утром, когда встала, и вечером, перед тем, как ложиться спать, потому что как только в горизонтальное положение, сразу лежишь, этот не дышит, этот дышит, повернулась на другую сторону, этот не дышит, этот дышит. Поставим на так, и я не могла просто без капель заснуть. Я постоянно ходила с каплями, как привязанная, честное слово, в универ, на работу, у меня всегда с собой были капли, на природу мы ездили, на море, на дачу, но куда бы ни поехали, я всегда была с каплями. Они были ко мне, не знаю, как привязаны, знаете, то, как у детей варежки пришивают и вставляют с дублёнка, они там так телепаются. Так и у меня были капли с собой. В общем, перенесла я эту тяжёлую операцию, для меня тяжёлую, потому что, ну, послеоперационное состояние было ужасное, в носу всё болело, дышать я по-прежнему не могла, но в первые недели так точно, дышала ртом, в носу стояли трубки. В общем, это всё было не очень приятно, не очень комфортно с этими трубками ходить, вся кожа вокруг носа, вокруг всё, оно шелушилось, мазать больно, потому что не дотронешься до носа. Ну, честно говоря, это был какой-то ад. До того, как обратиться в больницу, к врачу, мне ещё делали прокол. Ну, мне всегда все говорят, что чем, вот как сделал прокол, то потом и будешь их делать всю жизнь, одним проколом не обойдёшься. Но мне сделали один, потому что как-то в одно время у меня поднялась температура чуть ли не до 40 градусов, и меня повезли в больницу, и сказали, что это всё нос даёт, вот это, температуру, слабость, боли. И сделали прокол, типа, как экстренное лечение, всё это вышло, и вроде стало легче, но опять же там ненадолго. В общем, реабилитировалась я после операции, и вроде бы даже стала нормально дышать. Дышала я приблизительно, мне операцию делали осенью, и дышала я приблизительно, ну, где-то до зимы. Вот в декабре, в декабре я ещё дышала, ну, так, иногда пользовалась каплями. Потом я заболела, ну, как не заболела, просто простудилась, первые сопли, и всё, всё точно так же повторяется. И я не могу никак избавиться от этого насморка, чем бы я ни брызгала, чем бы я ни мазала, ни капала, ничего мне не помогало. И ходила я так, ходила, наверное, полгода опять с этими каплями, опять как на поводке, знаете, как привязанная. Пошла я потом опять в больницу, думаю, ну, не могу терпеть, но не зря была операция. Операция была не из дешёвых, нельзя, не зря столько времени, столько силы было потрачено на это лечение, чтобы я опять капала этими каплями. Пошла опять в больницу, она смотрит меня и говорит, ой, у тебя такие плохие носовые раковины, ужас, они большие. А я говорю, ну, если большие, наверное, я должна хорошо дышать. Большие, знаете, это ж хорошо, воздух вдыхается отлично, должно ж быть всё нормально. Она говорит, нет, нет, их надо уменьшить, лазером. Я говорю, что? Она говорит, лазером надо, пойдёшь на операцию лазером. Я говорю, здравствуй, какая операция лазером? Короче, всё это было так сумбурно и так быстро, она меня повела к какой-то другой врачихе. Она говорит, вот её, у неё плохие, нет, у неё было, видимо, кодово слово, большие носовые раковины. Я говорю, сделала, ну, наверное, да. Посмотрела меня другой врач, говорит, ой, да-да-да-да-да, надо срочно делать операцию лазером. Я говорю, и что будет в этой операции? Она говорит, мы уменьшим тебе носовые раковины. Я говорю, как, лазером? Это, знаете, лазером, может быть, можно разбить камни в почках, там, я не знаю, но что-то, может быть, что-то увеличить, там, я не знаю, знаете, прожечь дырку лазером, я не знаю, но явно не уменьшить. Явно не лазером нарастить мне кожу, чтобы мои носовые раковины были не такими большими. В общем, она же не дала направление, назначила время операции, там, это, говорит, это не столько операция, там, крови не будет, ничего такого, просто будет неприятно тебе и всё. Я говорю, ну, ладно, прихожу же я снова к своей той врачихе, я говорю, ну, всё хорошо, говорю, как-то так быстро за 15 минут решилась, что мне срочно нужна какая-то операция, я говорю, хотя бы скажите, сколько стоит? На что она мне говорит, ой, да какая разница, сколько стоит? Говорит, тебе что, папа не оплатит? Тут у меня вообще ступор, думаю, ааа, папа мне не оплатит, видимо, хорошо поблагодарили тебя за ту операцию, заплатили, всё, лекарства все покупали, всё же, наверное, как бы поблагодарили. И тут она поняла, что, да что, папа не заплатит? Думаю, да, вы там, видимо, скооперировались и решили ещё денюжек поиметь. А после того, как моя логика, в принципе, не воспринимала уменьшение носовых раковин лазером, я поняла, что вообще это чистый был развод, я развернулась, ушла, ни на какую операцию я, конечно же, не пошла с этим лазером. Я была очень расстроена и, ну, осадок неприятный был, и все мои знакомые, которые говорили, да я в тридцатку, я говорю, ну, не знаю, смотря какому врачу, что они там тебе будут делать, говорю, ну, походу, гайморит в наше время не лечится, я не знаю. Потом я опять начала пробовать разные всякие капли, туда-сюда, всё покупала, новые, 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 и даже биопороксом брызгала, не знаю, может быть, кому-то помог биопороксом. Бывают и такие случаи, у меня знакомый помог, реально биопорокс, и всё хорошо. Но в один прекрасный день, так, кстати, я забыла предупредить, это просто история моя о том, как я поборола, так сказать, гаймориты. Просто я не хочу, чтобы кто-то, кто посмотрит данное видео, воспринимали это, как, знаете, руководство к действию. Нужно срочно бежать в аптеку, срочно это покупать, срочно действовать только, как сказала я. Нет, ни в коем случае, самолечение вредно для вашего здоровья, или, как у нас, самоликование шкидливое для вашего здоровья. И поэтому ни в коем случае. Я просто рассказываю свою историю, и я не врач, я не буду советовать, я не могу советовать, и я не могу настаивать на том, чтобы вы это сделали. Просто если вдруг кто-то посмотрит видео, кто совсем отчаялся, как я, кто прошёл уже 7 кругов ада, чтобы выздороветь и вылечить эту ужасную болезнь, которая мешает во многом жить, и вы ещё не пробовали этот способ, то и вам уже нечего терять, если вы уже и операция у вас была, или вы у врача были, у специалиста, и вам реально ничего не помогает, вот как мне. Вот я не знаю, у меня какой-то был безнадёжный случай по этому гаймориту, мне казалось мне с ним жить потом всю свою просто дальнейшую жизнь до глубокой старости. И я уже от безысходности пробовала всё, что советовали все люди, которые меня окружали, у которых тоже гаймориты, которые то-то делают, то-то, то-то. Кому-то помогает промывание, кому-то помогает кукушка, кому-то помогает вот эта солёная морская вода, кому-то помогает прокол, кому-то поможет операция. Если вам совсем ничего не помогло, и тот состав лекарства, который я сейчас расскажу, как я делала, может быть он поможет вам, но перед этим обязательно же нужно почитать противопоказания, возможно вам этот препарат нельзя использовать, он вам не подходит по тем или иным причинам. Поэтому будьте аккуратны, я ни в коем случае не советую, я просто рассказываю. Потому что даже среди моих знакомых есть такие безнадёжно больные гейморитом люди, которые уже испробовали всё, как и я, вплоть до операции, и ничего не помогало. Итак, я продолжу, немного заболталась, но я правда не хочу, чтобы там писали, вот ты советовала, я попробовала, мне не помогло. Возможно не поможет, но двум моим знакомым уже помогло, которые рискнули на это, в принципе нет ничего страшного, это не криминал, ничего. Просто помните, что до экспериментов над собой нужно реально обратиться к врачу и конструктивно построить себе цепочку, из которой вы поймёте, что то-то-то-то мне не помогло, ну ладно, уже по безнадёге попробуй это. Я насчёт этих экспериментов вообще никогда не боюсь, поэтому когда в один прекрасный солнечный день я зашла в аптеку и говорю, девушка, дайте мне что-нибудь, что вылечит мой гейморит. Она говорит, ну а то, ну а то, вот а то, а то, биопорокс хороший, биопорокс мне тоже не помог, ничего мне не помогло. Говорю, ну пожалуйста, подумайте хорошенько. Она говорит, ну попробуйте капнуть сложные капли. Я говорю, какие сложные капли? Ну честно говоря, мне сложные капли никто не назначал. И я говорю, какие? Она там, ой, да я так плохо помню, ну это... Я говорю, так может мне в интернете лучше посмотреть, какие назначают сложные капли, прийти купить-то нет. Она начала перечислять лекарства и говорит, я говорю, ну давайте, господи, попробую. Чем чёрт не шутит, так сказать? Значит лекарство заключалось в следующем. Сложные капли в составах был, это супрастин, одна ампула, диоксидин, одна ампула, гидрокортизон, одна ампула и мезотон. Две ампулы. Думаю, ну возьму, говорю, как, что с ними там делать? Она говорит, смешайте, там шприц или в баночку и пипеткой капаете. Пришла я домой, ещё ничего не смешивала, думаю, так, посмотрю я в интернете, что такие за капли, и это... Нашла такого же рецепта, как она мне дала, я не нашла, честно, по составляющим вот этих, чтобы все были лекарства, там не было супрастина, был какой-то другой, там заменено, то-сё. Я как бы не особо разбираюсь там на лечащих свойствах или там противопоказаниях, так я не могу вспомнить, там сказать, какие-то другие были лекарства. И в основном я прочитала, что такие лекарства капают деткам, маленьким деткам, они безвредные вроде как, и всё должно пройти гладко и нормально. Значит, я всё это смешала в шприц, ну вот я покажу вам, у меня осталось шприц, вот так, и с таким, это супра-стин внизу, это белый осадок. Он хранится в холодильнике. Для того, чтобы его использовать, нужно вытащить с холодильника, смешать, чтобы он был в такой однородной массе, без белых, таких, ну, порошка без белого, и нагреть до комнатной температуры. Холодный, с холодильника нельзя капать. Я капала дней 5, да, 5. Значит, 3 раза в день, по 2 капли в каждый нос. Ну, не в каждый нос, а в каждую ноздрю. Первый день я думала, я умру, не могла дышать, меня всё так и трусило, я всё думаю, блин, всё не могу, сейчас капну своим ног спреем любимым, и всё. Всё, и всё, я буду дышать, всё будет хорошо, лучше я буду ходить с ног спреем, чем сейчас умру просто без воздуха. Ну, перетерпела, на второй день уже стало намного лучше. И так постепенно, постепенно, день за днём я всё лучше дышала, я уже ложилась и так, и сяк, и как только не ложилась, мне нос не закладывало. И на пятый день, на шестой точнее, я уже встала и поняла, что у меня уже 3 дня утром нос не заложен, я не проснулась, знаете, вот это с открытым ртом, нос заложен, у меня такого уже нет. Думаю, значит, хватит капать. И вот, честно говоря, с сентября месяца, вот это было в сентябре, с сентября месяца, сейчас уже декабрь, я ни разу не капала никакими другими каплями. Я вот прокапала, так сказать, ну, типа курсом, неделю, даже меньше вот этих сложных капель, и я до сих пор ничем не капаю, я просто радуюсь, когда засыпаю, ложусь на какой хочу бок, встаю, я дышу носом, я всегда дышу носом, у меня не закладывает нос, мне не надо покупать капли никакие другие. И, в общем, радости моей нет предела. Я бы рассказала о таких каплях раньше, но просто думаю, знаете, мало ли, ну, не подействует, там, месяц-другой, и всё там вернётся в освоясь. Но дело в том, что я уже немножко переболела, и, так сказать, насморк был, но после насморка у меня не осталось гайморита. То есть он прошёл, и всё, и причём я ничего не капала, насморк прошёл сам по себе. В общем, я очень рада той девочке с аптеки, которая мне подсказала, в принципе, по-моему, на Абу, потому что таких капель в интернете я не нашла. Она мне, наверное, сказала так, что помнила приблизительно, но я ей очень благодарна, потому что она, не знаю, спасла мою жизнь, и просто радости моей нет предела. Поэтому, если вы уже испробовали все методы лечения гайморита, и готовы уже сдаться и смириться с тем, что вам всю жизнь придётся покупать какие-то капли, которые просто пробивают, и у вас уже, знаете, опустились руки, вы уже всё перепробовали, то вы можете пойти в аптеку и испробовать на себе вот данное лекарство. Но, честно говоря, радости моей просто нет предела. Я очень рада, что я дышу. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, информация была кому-то, возможно, полезна, интересна, познавательна. И если кто-то после этих капель решится это сделать, и после этих капель выздоровеет, пишите обязательно в комментариях. Я буду рада знать, что помогла каким-то уже безнадёжно больным гайморетикам. В общем, всем спасибо за просмотр. Будьте всегда здоровы. Ищите себе хороших врачей-специалистов, добрых, отзывчивых, которые любят помогать людям, а не деньги. Всем ещё раз спасибо. Всем пока.